Как сделать кухонный топорик повышенной прочности, который одним махом может рассечь бутылку, резать стекло, рубить металл, ну и конечно же справиться с бумагой, овощами и прочими продуктами. В видео постараюсь дать максимум полезной информации, поэтому рекомендую подписаться, чтобы не потеряться. Поэтапно сделаем следующее. Вначале немного теории, затем вырежем топорики, сделаем всю необходимую механическую обработку, потому что после закалки это будет непросто. Далее закалим и малость отпустим металл. Ну а дальше все зависит от вашей фантазии. Можете просто заточить, либо как и я сделать полировку, вытравить логотип и узор солью, а для защиты от коррозии металл заворонить. И наконец изготовить стильную ручку. Что же это за сталь и где такую взять. Это высокоуглеродистая инструментальная сталь 9ХФ, возможно 9ХС. Из ее изготавливают для деревообработки рамные и дисковые пилы, сверла и прочий расходный инструмент. Нередко пилы сдают в пункты приема металлолома, можно поискать там, но проще такой диск купить на барахолке. К примеру этот пильный диск диаметром 40 сантиметров сейчас продают всего за 300 рублей, в переводе на российские. Из одного диска получится три топорика, либо десяток клинков, если не больше. Чем эта сталь отличается от других? Если посмотреть на состав, то особо ничем. Разве что у стали 9ХФ и у 9ХС повышенное содержание углерода. Углерод улучшает удержание режущей кромки, повышает вязкость, увеличивает твердость и сопротивление износу. Между собой эти стали отличаются тем, что у 9ХС больше кремния, который увеличивает прочность, и хрома он повышает твердость. А у стали 9ХФ больше ванаде, который тоже повышает прочность. В целом они схожи. Твердость заводских пильных дисков по шкале HRC составляет где-то 45 единиц. Для обычного ножа это норма, но для хорошего ножа или кухонного топорика это как бы мало. Поэтому мы увеличим твердость с закалкой до 62-65 единиц. Такой твердости хватит, чтобы резать стекло. Но повышая твердость, металл теряет прочность. При ударах о металл режущая кромка будет крошиться и на изгиб может сломаться. Придется самую малость пожертвовать твердостью в пользу прочности. После закалки сделаем отпуск металла до 58-60 единиц. В итоге топорик сможет рубить металл, но перестанет резать стекло. Итак, поехали. Эти диски лежат у меня давно. На диске диаметром 400 мм могло уместиться три топорика. Но когда рассмотрел поближе заметил трещины. К тому же видно, что от перегрева диски повело, а вмятинки остались после того, каких пытались править. Такие диски лучше выбросить. Но я попробую что-то сделать. Макеты топориков и трафареты для травления металла оставлю для вас под видео. Распечатайте трафарет, вырежьте и наклейте канцелярским клеем. Белым маркером отметил видимые трещины. Трафарет при работе с УШМ может обгореть. Поэтому запылим остатками любой ненужной краски. После чего трафареты снимем. В недалеком прошлом топорики я бы вырезал болгаркой. Но теперь у меня есть плазморез с дежурной дугой от компании Foxweld версии 45 Pro. Этот аппарат плазменной резки может резать металл даже по краске. Если не видели обзор в котором я сделал с помощью плазмореза необычный флюгер дымник и провел прикольные испытания обязательно посмотрите. Ссылку найдете под видео. Резать буду от руки без шаблона. Чтобы вырез получился более менее аккуратный придется это делать не спеша. На один топорик уходит около двух минут времени. С УШМ один топорик я бы вырезал где-то с пол часа. Раскроил три диска. Получилось семь топориков. Сбил окалину и сгладил все неровности лепестковым диском. Неудобные места зачищал гравером. Смотрите как повело ручку этого топорика. В этом месте был перегрет пильный диск. Дальше сделал спуски. Просверлил крепежные отверстия для плашек и подготовил адскую печь с термопарой на 1300 градусов. Помните как я делал в ней стеклянную посуду и сувениры из бутылок. Для закалки стали 9ХФ и поднимем температуру до 800-850 градусов. Позже покажу как делать закалку стали без печи определяя достаточно точно температуру по цвету раскаленного металла. При 850 градусах металл раскаляется до светло-красного цвета. Если не догреть будет красный. Перегреть станет оранжевым. А металл хрупким. Перегретый металл с закалкой и отпуском не исправить. Поэтому лучше не догреть чем перегреть. Печку я использовал для того чтобы показать реальный цвет металла разогретого до температуры закалки. Итак температура поднялась до 840 градусов. Запомним какой должен быть цвет металла. Если делаете закалку на глаз грейте сталь до этого цвета. Охлаждать лучше в масле. Каким бы не было масло отработка или подсолнечное. Оно охлаждает металл со скоростью 150 градусов в секунду. Если же масла у вас нет. Закалку можно делать в подогретой воде. Достаточно жесткой будет закалка при температуре воды плюс 20 градусов. Потому как всего за одну секунду металл охладиться на 580 градусов. При жестком охлаждении могут появиться трещины. Но если воду нагреет до 40 градусов. Она как и масло будет охлаждать металл со скоростью 150 градусов в секунду. Напишите в комментариях знали ли вы об этом. Охлаждая металл со скоростью 150 градусов в секунду мы получим твердость в 62-65 единиц. То что надо. Вместо печи при закалке можно использовать трубу с прорезью. Хитрость такого способа заключается в локальном нагреве металла. Раскалив режущую кромку до 850 градусов мы получим те самые 65 единиц твердости. У обуха твердость останется в пределах 45-50 единиц. Такой способ значительно повысит упругость и прочность изделия в целом. Не думаю что мне первым пришла идея трубы с прорезью для локального нагрева. Но такой способ реально быстрый и простой. Согласитесь заслуживает лайка. Ну а вместо огнемета можно использовать обычную паяльную лампу. Дальше. Отпуск металла нужно делать не ранее чем через 15 минут после закалки. Но не позднее чем через час. У меня в запасе 45 минут. Поэтому мы успеем посмотреть как топорики режут стекло. Режут не хуже стеклореза. На четвердость в 62-65 единиц мы получили. Отпуск делаем в самой обычной духовке. Для ножей и клинков ставьте температуру 180 градусов. Я же планирую топориком рубить металл. Поэтому подниму температуру до 240 градусов. Топорики должны томиться в духовке не менее часа. После чего охладим при комнатной температуре. Скорость охлаждения на воздухе 3 градуса в секунду. Ну что. Настал момент истины. Посмотрим как они рубят металл. Все топорики грел до температуры закалки 850 градусов. Но этот стыл в тисках. Поэтому не делал отпуск. Труба со стенкой полтора миллиметра. Результат ожидаемый. Получил две щербины. Что говорит о том, что твердость не намного выше чем у профильной трубы. Этот топорик сделан по всем правилам. Вначале закален. Затем отпущен при 240 градусах. Смотрим на лезвие. Металл рубит хорошо. Ни одной царапинки и щербинки. Профильная труба с толщиной стенки 1,2 миллиметра. Идет как в масло. Круглая труба стенка 2 миллиметра. Уже другой топорик. Идет с усилием. Смотрим на лезвие. Щербин и царапин нет. И наконец тот самый экспериментальный топорик со щербинами. Я закалил его в трубе локально, но не делал отпуск металла. После закалки вокруг одной щербины появилась трещинка. Смотрим что будет. Рубит в целом неплохо. Но этих маленьких сколов не было. Эксперимент наглядно показал, что твердость не главный показатель для хорошего клинка и топора. В меру твердые и прочные лезвия получаются после простой, но правильной закалки и последующего отпуска металла. Дальше покажу как навести красоту. Начну с полировки. Я уже неоднократно делал видео на тему полировки и травления металла солью. Ссылку на видео где пошагово показал технику оставлю в описании. А здесь чтобы не затягивать время покажу все более сжато. В начале зачистил коралловым диском. Затем орбиталкой с зерном в 300 единиц. Дальше вручную 400 и 600 наждачкой. На каждый вид наждачки уделял не более 3-4 минут времени. После 600 шла 1000. Топорики начали зеркалить. Затем 2000. И наконец после 2500 можно было бриться. Если планируете травить металл такой полировки будет достаточно. Флажки для ручек изготовил из мореного дуба. Наколол реек. Отстрогал. С запасом обрезал лобзиком и просверлил отверстие. Подгонку по размеру делал любимым самодельным диском из саморезов. В отличие от заводских он легкий и ювелирно снимает древесину. А главное я не переживаю если где-то зацеплю металл. Магазинный диск при встрече с металлом полетит в мусорку. Мой. Если зацеплю и почувствую что выборку начал делать хуже достаточно подточить и опять работать как новым. Кстати у ролика про такой диск уже 9 миллионов просмотров. Финишную шлифовку делал коралловым диском. В отличие от лепесткового этот диск не забивается древесной пылью. Плашки готовы, но крепить рано. Вначале сделаем объемный узор на металле. Пошаговое видео по травлению металла тоже в описании под видео. Если же коротко в CorelDRAW сделал несколько трафаретов и вырезал на самоклеящейся пленки с помощью плоттера в студии бизнес печати. Затем сделал выборку. Удалил лишнее. Поверх наклеил монтажную пленку. Перенес узор и логотип компании Foxwild на топорик. Это логотип довольно известной компании. Последнее время регулярно пользуюсь их расходниками. Около года болгаркой, а теперь и плазморезом. Поэтому решил сделать для них скромный подарок. А для двухслойного эффекта поверх наклеил дополнительные элементы. Дальше ставим топорик в ванночку. Заливаем раствором соли. Пропорция килограмм соли на 4 литра воды. Сверху ставим экран. Минус от блока питания подключаем к экрану. Плюс к топорику. Площадь травления приличная. Да еще и с двух сторон. Поэтому силу тока выставил 1,2 ампера. Напряжение не более 5 вольт. Через час отключаем. Оксид железа смываем в проточной воде. Осторожно удаляем верхние наклейки. И травим в той же соли еще один час. После того как промыли в проточной воде и удалили все наклейки, если не планируете воронить металл, просто отполируйте, чтобы проявился узор целиком. Смотрится хорошо. Но такая сталь со временем будет ржаветь. Поэтому сделаем воронение щелочью. Раньше я воронил щелочью используя едкий натрий, она же каустическое сода и натриевую селитру, он же азотно-кислый натрий. Ссылка на ролик в описании под видео. Результат получался классный. В этот раз испытал другой способ с ютуба, который тоже должен был дать черный оттенок. Пропорции 200 грамм каустической соды на 300 грамм воды и 100 грамм калиевой селитры на литр воды. Воронил электрохимическим путем. Результат получился довольно корявый. Пришлось все удалить и заново отполировать. Параллельно на другом топорике, опробовал воронение льняным маслом. Для мелких деталей способ может изгодиться. Но на топорике, который после закалки нельзя сильно греть, чтобы сохранить закалочные свойства, потеки смотрятся ужасно. К тому же покрытие оказалось очень слабым. Снимается легко, в отличии от воронения щелочью. В итоге я взял те же пропорции. 200 грамм каустической соды на 300 миллилитров воды и 100 грамм калиевой селитры на литр воды. И воронил методом кипячения. Имейте в виду, каустическая сода, он же едкий натрий, при взаимодействии с водой нагревается до 100 градусов, при такой пропорции. К тому же выделяет едкий и неприятный запах. Раствор очень агрессивный, поэтому для воронения используют только нержавеющую посуду. Остальные материалы не годятся. Относительно черный оттенок воронения я получил только на одном топорике. Видимо диск с победитовыми напайками был из другого металла. Остальные топорики получили горчичный цвет, немного напоминающий ржавчину. Но полировки поддаются. И в целом смотрится довольно прикольно. Если же вы хотите получить глубокий черный цвет, то вороните металл, как я это делал в этом видео. И еще, будьте предельно осторожны. Щелочь закипает при температуре 150 градусов. В процессе кипения вода понемногу выкипает и может показаться что раствор остыл. Но по факту температура может подняться выше 200 градусов. Если брызги попадут на одежду или открытый участок тела ожог гарантирован. Смотрите что будет если в казалось бы не кипящий раствор попадет обычная вода. Закончив полировку топорики пропитал в горячем машином масле. Затем насухо вытер. Ручки зачистил до чистого металла и посадил на двухкомпонентный клей хват. Заклепки сделал из обычных гвоздей. Когда клей высох сделал финишную шлифовку и покрыл льняным маслом. Результат впечатляет. Из семи топориков до финиша добралось четыре. У одного из которых появились трещинки я снял напряжение просверлив отверстие. На других топориках после закалки трещины были более серьезные. У топорика с кривой ручкой. При попытке нагреть и выровнять ручка откололась. Топорик со щербинами, который позже закалил и не отпускал, со временем тоже добил. После травления металла все топорики покрылись микротрещинами, которые как бы сильно их состарили и придали солидности. Глядя на неглубокие микротрещины через микроскоп, кажется что они сделаны не из металла, а из камня. Давайте еще покажу вам режущую кромку до закалки и после. Эта кромка до закалки. Заусенцы настолько большие, что можно обрезать ножиком скальпелем. В процессе закалки и отпуска металла заусенцы сгорели. На финише особо сильно не точил, подправил только самую кромку. И этого было достаточно, чтобы топорики начали резать бумагу и разрубать бутылки с водой. Вот такое интересное видео. Если я что-то упустил или что-то непонятно, спрашивайте. Комментарии я не только читаю, но и отвечаю. Наиболее часто задаваемые вопросы продублирую в закрепленном комментарии. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok